ребята всем привет сегодня я хочу сделать обзор на нашу коляску буга буби 6 и я ее приобрела где-то месяц назад просто у меня не было времени заснять на нее обзор но я это очень хотела сделать поэтому я его снимаю здесь у меня сидит в прогулочном блоке девочка у меня также есть еще люлька от этой коляски сразу же хочу сказать что зимой у меня была коляска буга буби 5 но я ее продала потому что считала что это слишком дорогая коляска но в итоге все таки сошлась на мнение что лучше этой коляски коляску еще не придумали потому что мне безумно нравится как она ездит она имеет очень плавный ход то есть у нее хорошая амортизация это я посчитала еще с той коляской что мне было с ней максимально комфортно и в этой модели это уже последняя модель буга буби 6 называется и у нее амортизация есть на обоих колесах причем очень хорошая и колеса у нее достаточно большие больше чем у прошлой модели у этой колясочки есть бампер обновление такое я думаю те кто разбирается они так знают чем отличаются эти коляски вот возможно это кому-нибудь будет интересно у меня капюшон желтого цвета но я такой взяла потому что других не было вот вообще я планирую поменять его на серый серый меланж так как люлька у меня тоже серая и я больше планирую гулять с люлькой нежели чем с прогулочным блоком потому что тот блок считаю я более большим и удобным то есть даже можно сложить что-то в него сюда уже только куколка влезет и все остальное придется складывать в корзину также огромным преимуществом является вот эта вот штучка когда складывается коляска то она может стоять благодаря вот этому вот жалу вот она убирается само и также здесь все белые части на коляске это кнопки какие-либо то есть тут можно зажать и зафиксировать колесо я уже ходила гулять с этой коляской и мне пришлось помыть колеса чтобы заснять на нее обзор вот и колесо никуда не крутится так же можно зажать и опустить и она будет крутиться здесь также кнопки чтобы снять эти колеса задние колеса кстати не снимаются это ее огромный минус вот так что минус тоже есть там тормоз тоже белая кнопочка сзади кнопкой регулировки и также здесь кнопка для складывания и кнопка для чтобы регулировать ручку по высоте как вам удобно она поднимается очень высоко но мне в принципе так хватает ее высоты девочку я пристегивать не стала так кстати тоже есть бампер этот можно вообще снять и убрать если он не нужен вот кстати с прогулочным блоком мы не ходили гулять вот и я планирую взять эту коляску с собой когда мы поедем деревню и хочу взять с собой девочку и там погулять уже блок ставится лицом к маме и также лицом к миру вот сейчас он стоит лицом к миру также капюшон уменьшается и увеличивается что тоже огромный плюс и также сидение и спинка могут увеличиваться в размере то есть если ребенок растет то собственно можно сделать сидение и спинку подлиннее так что это супер многофункциональная коляска которая не занимает много места хотя она не такая уж и маленькая как можно было бы подумать я раньше всегда думала что эта коляска такая ну небольшая на самом деле она очень даже большая и вот так вот она трансформируется в коляску для новорожденных я считаю что она просто идеально но мне не нравится цвет капюшона потому что он не очень статичный но он достаточно яркий и привлекает очень много внимания так что если не хотите быть серой мышью то конечно же этот вариант вообще для вас тут есть проветривание вот такое и также вот с этой стороны тут тоже все поднимается и вы можете использовать эту коляску летом просто все проветривается можно докупить капюшон летний будет вообще шикарно я сейчас делаю выводы что bugaboo b6 намного функционально чем bugaboo b5 тут также все расстегивается матрасик здесь и в общем вот так все выглядит можно это использовать как переноску никаких вообще трясов и дребезжаний хоть какая дорога они она едет просто идеально здесь также поднимается ручка я вам не показал как делается вот такая высокая она может быть но это наверное для родителей ростом на два метра мне это не нужно я поднимаю максимум вот примерно так и мне абсолютно удобно сейчас я покажу как она выглядит с моим ростом и сейчас я хочу показать вам как она складывается мы сначала убираем видео было плохо видно но в общем вот так вот она стоит достаточно устойчиво мне безумно нравится и можно поставить просто к любому галочку или сложить ее заранее ждать уже такси например если я поеду куда-нибудь торговый центр то есть у меня будет люлька в руках и вот это шасси также я оставлю в этом же видео как она ездит там будет четко слышно я вот очень редко встречаю такие видео в основном сам бренд ставит на задний фон музыку чтобы не было слышно наверное каких-то косяков как она едет то есть дребезжание особенно baby zen любит вот эту маскировать я еще не видела ни одного видео как ездит их коляска а потом сама в этом убедилась и тут же ее продала я вставлю вам все такие вот видео и вы посмотрите как она едет какой у нее ход и так мы с луи отправляемся уже на прогулку кажется мне все нравится котяту и то-до-до Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и, собственно, мамочки, которые тоже идут с колясками, очень сильно оглядываются, даже шею сворачивают, в общем, либо посмотреть её поближе. Вот, тут так вот лежит Луи. Также мы взяли флисовый такой вот комбинезончик, шапочку и курточку. Но у нас сейчас на улице плюс 20, я вот в футболке хожу, мне нормально. Поэтому Евочка пойдёт в этом слипике. Приехали мы вчера, пойдём сейчас гулять с нашим прогулочным блоком, с нашей новой коляской. Кстати, у нас тут ещё есть комод. Вот, и я решила в нём прибраться и нашла тут старые-старые подгузники. Их ещё, наверное, одевала Хлоя. Вот, представляете, они тут так давно лежат. Вот, нужно будет всё отсюда выпросить. И в дальнейшем я привезу сюда вещи, которые уже пользуемся мы дома, чтобы почаще снимать вам в блоге. Тут лежат такие вот тапочки. Я их привезла сюда, потому что на море брать их бесполезная вещь. И они не настолько эстетичные, как я бы хотела. Но они стоили недорого, поэтому пусть здесь лежат. Итак, ребята, мы вышли на прогулку. Я пока просто закинула её в коляску и ничего, даже не положила ей нормально. Сейчас на солнышко выйдем и всё поправим. Вот, единственный минус этого жёлтого капюшона, что все мошки просто, все на свете мошки летят в эту коляску вот сюда. Даже в городе, я думаю, здесь мы тоже насобираем. Там Джессика ходит. Можно открыть здесь на проветривание. Всё. Ещё бы эту ручку чуть-чуть поднять. На солнышке очень хорошо. Покажу вам, как это выглядит всё со стороны. Вот так вот. Ой, прям на солнышке очень жарко. Мы сейчас погуляем и чуть позже пойдём уже домой кушать кашку. И я хочу пофотографировать Еву. Мне, кстати, не очень нравится, что вот эта вот ткань чёрная. Я бы хотела серую. И из-за этого я накрываю пелёночкой. Вот, чтобы светло было тут. Также тут есть бампер, на который я прицепила такого зайчика. У нас вот Джессика гуляет, ходит. Поэтому я стою на одном месте. Если мы сейчас куда-нибудь пойдём, она побежит домой. А так ей на солнышке очень хорошо погреться. Яблоня. Только яблок на ней уже нет. Здесь у нас кукуруза, но её тоже очень-очень мало. Хотя, наверное, нет, не мало. Я думаю, что её можно будет сварить. Большие бутоны. Ну, большинство мы уже собрали. Тебе тепло, да? Сейчас пойдём обратно. Я думаю, тут пофотографировать Еву. И пойти немного посидеть где-нибудь. Я присяла на лавочку. Девочке поправила плед. Муслиновый. И также укрыла её немножко, так как в тенёчке прохладно. Вот. Может быть, она немножко поспит. А потом мы уже покушаем. Я сейчас буду смотреть в детском мире одежду. Ну, и в принципе, всё. Больше планов у нас нет. Тут, конечно, есть комбинезоны, но они очень тёплые. Мне такие не нужны. Я бы хотела просто что-то типа флисового. Но вот такого плана у нас есть комбинезон. И розовый, и белый. Каких только нет. Джессика ходит. Не знаю, чем себе занять. Ей вроде бы и не холодно, и заняться особо нечем. Но дома на самом деле холоднее. Поэтому пусть она лучше на улице ходит. Кстати, ещё хотела вам рассказать, что я сейчас не принимаю заказы на кукол. Потому что я планирую закончить последние свои заказы. И хочу начать делать кукол на продажу. И также для своей коллекции я ещё летом хотела сделать. Итак, мы решили, что мы сейчас пойдём соберём кукурузу и её сварим. Ну и как раз пойдём уже домой. Чтобы мы нагулялись вполне. Я собрала 5 кукуруз. Эти недоспевшие. Поэтому их я варить не буду. Но эти вроде бы более-менее, конечно. Не очень тоже. Но это уже остатки кукурузы. Мы основной урожай уже собрали. Поэтому сварю 3 штучки. Итак, мы зашли домой. Я поставила это сиденье от коляски. И посадила туда Еву. Сейчас я дала ей кашу из бутылочки. Вот так что она попьёт кашу. Из ложки мне кормить её неудобно здесь. Поэтому мне было бы так проще намного сделать. И я её увожу спать уже дома, а не на улице. Кстати, кукурузу я сварила. Вот. Так что я её поела. У меня не было в тот момент камеры. Поэтому я ничего не засняла. Субтитры сделал DimaTorzok